Рус-Вьет-Петра Реверского поднятия в Ненецком округе, которые включают в себя 13 месторождений. Совокупные запасы этих месторождений составляют около 95 миллионов тонн нефти. За 8 месяцев текущего года добыча нефти по региону увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 889 тысяч тонн или на 9%. Рост обусловлен в первую очередь наращиванием объемов добычи нефти на месторождениях имени Требса и Титова, где работает компания «Башнефтьполюс», на Лобоганском месторождении, освоением которого занимается «Энкаруснефть», в меньшей степени на Харьягинском, Ожском и месторождении имени Россихина компании «Лукоилкоме». Всего за 8 месяцев в регионе было добыто 10,5 тонн нефти. Таким образом, план добычи на 2016 год, который составляет 16 миллионов 345 тысяч тонн нефти, выполнен на 64,4%. Кроме этого, выросли объемы добычи нефти на шельфе. В Печорском море на приразломном месторождении компания «Газпромнефть-шельф» за 8 месяцев этого года добыло 1 миллион 245 тысяч тонн нефти. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Накопленная добыча по проекту достигла 2,4 миллиона тонн. В Нарьинмаре начал работу завод строительных конструкций. Предприятие будет изготавливать строительные конструкции, позволяющие вводить 30 тысяч квадратных метров жилплощади в год. Завод уже начал изготовление панелей для нового детского сада и свай для будущей школы в микрорайоне авиаторов. Новый завод располагается на производственных мощностях бывшего Нарьинмарстроя. Переоборудование цехов заняло год. Инвестором является ненецкая нефтяная компания в лице своей дочки ННК «Строй». По словам директора предприятия Игоря Лысенко, завод позволит выпускать товарный бетон, плиты перекрытий, сваи, колонны, балки, панели, лестничные, пролеты, балконы, дорожные плиты, тротуарную плитку, поребрики, а чуть позже стеклопакеты, двери, фасадную обшивку. Есть даже установка жесткого вибропрессования, которая позволяет производить кирпичи до 5000 штук в день. По сути, все, что необходимо для строительства жилья и социальных объектов, можно будет теперь производить в Нарьинмаре, причем круглогодично. Достаточно завести в навигацию щебень, песок и другие строительные полуфабрикаты. Когда завод запустится на полную мощность, на нем будут работать 80-85 человек. Пока набрано лишь 20, поэтому вакансии есть. Приоритет местным жителям. Завод заключит соглашение с Центром занятости НАУ и получит компенсацию расходов по обучению персонала. Положение, стимулирующее работодателей инвестировать в своих сотрудников, было принято администрацией округа в прошлом месяце. Согласно документу, работодателю компенсируется до 30 тысяч рублей за обучение сотрудника и еще 10 за оплату проезда к месту учебы. Капремонт будут выполнять только квалифицированные подрядчики. Их реестр на территории Ненецкого округа сформирует Департамент строительства и ЖКХ. Формирование реестра является своего рода предварительным отбором потенциальных подрядчиков. Подобный фильтр позволит уменьшить риск допуска к работам недобросовестных исполнителей, сократить коррупционные риски, а также обеспечить гласность и прозрачность процедуры привлечения организаций. Реестр должен быть создан и опубликован к 14 октября 2016 года. После чего участвовать в аукционах и конкурсах на оказание услуг по капремонту смогут только компании, включенные в перечень. Реестр квалификационных подрядных организаций, отвечающих в полной мере требованиям к выполнению работ, квалификация, опыт, наличие сотрудников, будут сформированы на территории каждого субъекта России. Для этих целей Минстрой России также рекомендует создать в регионах специальные комиссии. В их обязанности войдет рассмотрение заявок подрядчиков на участие в предварительном отборе и принятие решения о включении организации в реестр. В Коткино появится первая в регионе ферма с беспривязным содержанием коров. Об этом сообщил заместитель главы Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Сергей Киселев. Он отметил, что такая технология позволяет увеличить удой с каждой коровы. Животные будут свободно передвигаться на специальных площадках, а процесс дойки будет происходить в отдельном доильном зале. Сейчас в завершающей стадии строительства самого здания. Руководство СПК РК СУЛА решает вопрос о закупке и доставке необходимого оборудования. Как пояснил руководитель хозяйства Алексей Коткин, в новой ферме, помимо коров предполагается содержать и телят. Общая площадь постройки составляет около 4000 квадратных метров. Площадь молочного блока – 540 квадратных метров. Величина прожиточного минимума пенсионера в 2017 году вырастет на 3,4%. Соответствующий законопроект приняли депутаты окружного парламента. На основании данной величины будет устанавливаться социальная доплата к пенсии в следующем году. По сравнению с 2016 годом минимум вырастет до 17 092 рублей. То есть ежемесячный доход пенсионера не может быть меньше этой суммы. Если пенсия жителя округа окажется меньше утвержденной законной суммы, то ему будет установлена социальная доплата за счет средств регионального бюджета и при софинансировании федерального. Данная мера коснется порядка 300 окружных пенсионеров. Всего на сегодняшний день в НАУ проживает 13 576 представителей высокого возраста. Величина прожиточного минимума рассчитана на основании потребительской корзины и сведений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому округу об уровне потребительских цен на продукты питания. Рост этого показателя обусловлен прогнозами на 2017 год по данным Министерства экономического развития Российской Федерации. С 2017 года налог на имущество физлиц в Ненецком округе будет исчисляться по кадастровой стоимости. Сейчас данный налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая, как правило, в разы ниже рыночной. Налог на имущество физлиц поступает в местные бюджеты. С инициативой о переходе на новую систему налогообложения с 2017 года выступила администрация Наринмара. Это позволит увеличить объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в городской бюджет. Вместе с тем органами местного самоуправления предоставлены широкие полномочия по регулированию налоговой нагрузки на население. Теперь представительным органам муниципальных образований округа необходимо до 1 декабря 2016 года принять свои нормативные правовые акты о переходе на новую систему налогообложения, а также о ставках налога. Например, на жилье они смогут варьироваться от 0 до 0,3% от кадастровой стоимости. Первый платеж по новой схеме жители НАО осуществят в 2018 году, не позднее 1 декабря. В соответствии с федеральным законодательством увеличение налоговой базы по налогу на имущество должно происходить постепенно в течение 4 лет с даты начала исчисления налога по новой схеме. В целях снижения налоговой нагрузки на население Налоговым кодексом России предусмотрены в частности налоговые вычеты в отношении жилых объектов 10 метров квадратных на комнату, 20 метров квадратных на квартиру и 50 метров квадратных на дом. Кроме того, отдельные категории граждан, владеющие двумя и более объектами недвижимости, полностью освобождены от уплаты налога в отношении одного из них по выбору налогоплательщика. В Госдуму поступил законопроект проявительства, который снижает с 1 января 2017 года государственную пошлину при подаче заявления о банкротстве физического лица в 6 тысяч рублей до 300 рублей. Документ опубликован в базе данных Нижней палаты парламента, при этом он сохраняет госпошлину в 6 тысяч для юрлиц. Сейчас физлицо при подаче заявления о банкротстве кроме госпошлины должно оплатить еще 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения управляющему на проведение процедуры, а также уплатить услуги адвоката. Без него признать себя банкротом крайне сложно, так как требуется сбор большого количества документов и правильное их оформление с юридической точки зрения. Предполагается, что с 1 июля 2017 года также может быть упрощена сама процедура банкротства физлица. Законопроект на эту тему разрабатывает Минэкономразвитие. Поводом для внесения поправок стали участившиеся обращения граждан, у которых не хватает средств и активов для признания себя банкротом. Напомню, закон о банкротстве физлиц России вступил в силу 1 октября 2015 года. Признать финансовую несостоятельность гражданина получили право кредиторы, если их клиент накопил долги более чем на полмиллиона рублей с просрочкой по платежам свыше 90 дней. При этом сам должник может подать заявление на банкротство и при меньшем размере задолженности. По оценкам Национального бюро кредитных историй, средний возраст потенциального банкрота в России составляет 37,8 года. 1 октября 2016 года во всех учреждениях Банка России пройдет день открытых дверей. У жителей нашего округа в этот день есть возможность узнать полезную информацию о денежных знаках Банка России. Кроме того, 1 октября все желающие смогут проголосовать за символ для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Регистрация для желающих посетить лекции о денежных знаках в РКЦ Нарьенмар началась с 22 сентября по телефону 43045 43084. Проголосовать за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей можно без предварительной записи. 1 октября в РКЦ Нарьенмар по адресу город Нарьенмар, улица Ленина, дом 36, с 10.00 до 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова